Привет, это Руки в брюки, я Дмитрий Кахно, и сегодня дизайнер Иван Айплатов расскажет о том, как выбирать и с чем носить жилет. Костюмный жилет, какие здесь есть самые важные проекты? Жилет под костюм должен быть обязательно облегать тело. Он должен быть максимально правильного и точного кроя, чтобы пиджак не смотрелся надутым, чтобы под ним что-то есть. Для более тонкой посадки жилета на нем существует вот такой регулятор, с помощью которого можно сделать его еще более плотным. Что касается длины жилета и выбора его в магазине, для того чтобы я мог прийти, надеть и узнать, подходит он мне по правилам или не подходит? Из-под жилета, спереди и сзади, не должна быть видна рубашка. Нижняя пуговица жилета обязательно должна быть растягнута. Что касается ремня и жилета, должен ли жилет закрывать ремень? Ну, тут можно сказать о том, что вообще исторические жилеты никогда не носились с ремнем, они всегда носились с подтяжками, но сегодня мы отменяем это правило. И, на самом деле, в современном мире жилет носят с ремнями, но нежелательно, чтобы он сильно выпирал из-под жилета. Галстук и жилетка. Я понимаю, галстук и жилеткой носить можно и галстук, бабочку можно или нет? Естественно, они носятся, но в таком варианте не носится зажим для галстука, потому что жилет является зажимом в этом случае. Я понимаю, идеальный вариант жилета – это жилет костюма «Тройки». Да, это самый приемлемый вариант ношения жилета, мне больше всего нравится. Есть еще одна особенная в жилете. При ношении с костюмом у него должна быть обязательно спина сделана из подкладочной ткани этого костюма, для того, чтобы было удобно двигаться в костюме, чтобы ничего не тормозило, не стесняло, не задевало. Этот жилет можно носить с джинсами или нет? Ну, ты знаешь, этот вопрос спорный, да, то есть, как бы, если он находится с костюмом, то вроде бы как и нет, но для такой больше винтажной или стрит-истории, я думаю, что, ну, он может быть, особенно этот жилет тут в клеточку может носиться. Сейчас очень популярно и во всех уличных модных каких-то изданиях вот такие вот жилеты поверх итальянцев, посередине итальянцев, под итальянцами, они все носят эти жилеты с костюмами. Еще один вариант жилета, который носится для утепления под костюм, вот. Вообще, есть целое направление теплых жилетов, да, пуху. Ясно, этот мы надеваем под костюм для того, чтобы... Для того, чтобы, да, для того, чтобы согреться. По жилетам все? С жилетом можно носить также и майку, но я предпочитаю носить, жилет с майкой на распашку. Ну, первое, у майки бывает принт, который можно выгодно использовать. Ну, и, во-вторых, это такой стрит-стайл и, как бы, он более свободный. Это были руки в брюки. Сегодня дизайнер Иван Айплатов рассказал о том, как выбирать и с чем носить жилет. Смотрите нас на канале Potato Republic. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые руки в брюки. Пухлые жилеты на пуху. Мне нравится пухлые жилеты на пуху. Мы стараемся. Знащимся. Следующий ряда